Как я однажды читала книгу, там женщину посадили, вот так получилось, так сложились обстоятельства. Один маньяк посадил женщину, закрыл её в комнате, она родила от него ребёнка в этой же комнате. Она в течение какого-то длительного срока из этой комнаты не выходила. И когда их освободили из этой комнаты, то её ребёнок и она, они не могли жить в обычном обществе, они не могли жить в свободе, они не знали, как её использовать, эту свободу. И им хотелось найти такую же комнату. И вот такие женщины, когда пишут мне эти вопросы, они не могут сами принять это решение. Они не могут сами решать вообще, что делать им в собственной жизни. Им хочется, чтобы какой-то авторитетный человек сказал им, давай беги, разводись, давай беги, начинай свою жизнь, ты ещё будешь счастлива, ты ещё будешь такая, хорошая, у тебя всё получится. А вопрос весь в том, что ничего не получится, потому что проблема не в мужу, проблема внутри. Как можно выйти замуж не по любви? Это уже первый маячок. Почему ты вышла замуж не по любви? Раз. Второй. Почему ты это уже терпишь 10 лет? Два. И вопрос, почему вы живёте на пособия? Три. Ну, то есть это уже, вот только из этого письма я вижу очень много проблем. И во всём этом ещё фигурирует слово Бог. Мы сами выбираем этих людей. Мы притягиваем этих людей в свою жизнь. Почему? Почему мы уродуем жизни друг друга? Неужели в этом есть воля Божья? Нет. Весь вопрос в том, что мы не хотим ничего делать в собственной жизни. Мы не хотим ничего менять, мы не хотим находить выход. У человека есть болезнь, проблема. Ищите специалистов, которые вылечат вас. Проблема с достоинством, ищите специалиста. Проблема с созависимостью, ищите специалиста. У вас болезнь. Вы созависимый, глубоко отверженный, не любящий себя человек. Кто может любить человека, который не любит сам себя? Завтра вы избавитесь от этого мужчины, придёт новый человек. А ситуация повторится. Вот и всё. Поэтому ищите выход.